Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова проводит пробы морской воды на соответствие нормам Санкина. Планерное совещание в режиме видеоселектора провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В муниципальных студиях – глава городов и районов Кубани. Первый и основной вопрос – доходы консолидированного бюджета. От них зависит выполнение социальных обязательств перед населением. Одно из таких – возведение новых школ и детских садов. Глава региона напомнил участникам совещания – многоквартирная застройка без учета строительства социальных объектов не имеет права на жизнь. Одних только бюджетных средств не хватит на то, чтобы обеспечить новые микрорайоны школами и детскими садами. По завершению краевого совещания глава Анапы дает ряд поручений своим заместителям. Готовим распоряжение, Олег Владимирович, срок 3 дня, мое распоряжение для проведения анализа всех выданных разрешений на строительство под многоквартирные, малоэтажные и многоэтажные жилые дома, многоквартирные, за период с 1 января 2015 по сегодняшний день. И начинаем работать с теми, кому выданы. Во-первых, еще раз проверяем заодно, но я уверен, что там будет все правильно, но задаем вопросы. Ребят, сколько квартир? 200. Куда пойдут ваши дети? В какую школу? Давайте поднимать заключение госэкспертизы, пусть она будет коммерческая. Там все это должно быть расписано. Сергеев требует искоренить точечную застройку, как уродующее город-явление и даже не думать принимать документы от потенциальных застройщиков без проекта планировки территории. В продолжение темы строительства новых соцобъектов главу Анапы интересует, как идет подготовка к реализации проектов по второму детскому саду и спортзалу 4-й спортивной школы на Ивана Голубца. Оба проекта должны стартовать в этом году, требует Сергей Сергеев. Отчет прозвучит на планерном совещании. В разгар подготовки к новому учебному году актуальный вопрос питания школьников. На столах детей должны быть кубанские продукты. Спрос с тех, кто занимается организацией закупок. Если я найду в социальных объектах масло Ставропольское, картофель с Воронежской области, значит я буду предметно с вами разбираться. Доложите, сколько продуктов питания мы закупаем у кубанских производителей, для наших больниц, школ, детских садов. Мы бешеные суммы тратим и выяснится, что что-то везем из-за предела. Отчет по этому вопросу глава также ждет на планерном совещании. Мы продолжим тему в наших следующих выпусках новостей. В Анапе, городе Воинской славы, День военно-морского флота отметили красочным концертом на театральной площади. Праздник анапчанам и нашим гостям дарили творческие коллективы города-курорта. Институт береговой охраны ФСБ России организовал культурно-пропагандистскую акцию по привлечению молодежи к поступлению в элитное учебное заведение страны. Глава Анапы Сергей Сергеев стал почетным гостем на мероприятии. В песнях прославляли мужественных людей, моряков легендарного российского флота. Душевные песни никого не оставили равнодушным, так же, как и символ морской романтики – танец яблочко. Марш прощения славянки торжественно прозвучал под сводами южного неба. Вспомнили и тех, кто сложил головы за отечество. Чувствовали ветеранов флота, а молодым морякам желали успехов в нелегкой службе. В Анапе оперативно ликвидируют последствия уличного хулиганства. В курортной части города неизвестные сломали четыре урны и повредили лавочки. Как вы видите, люди не сильно, так сказать, берегут все то, что делается. Ломают, пишут надписи. Что мы делаем и убираем, устраняем все вот эти недостатки. Поэтому обычная хозяйственная работа, быстро, оперативно, это стараемся все решить. Мы устраняем быстрые недостатки, чтобы жители города, отдыхающие, это не замечали, так сказать. Вот это наша основная работа. Специалисты Ремстроя говорят, что конструкция новых урн более устойчива к воздействию со стороны хулиганов. По их словам, каждая ночь приносит в среднем по десятку таких в кавычках сюрпризов. Их выявляют во время обходов. Информация также поступает от органов территориального общественного самоуправления. При этом, помимо оперативной, есть еще плановое мероприятие. Закончено обустройство тротуара на Тургенево. Аналогичная работа сейчас идет на Маяковского. В Витязево к первому сентября сделают тротуар на участке улицы Школьной. Там целина, все очень непросто. Но мы делаем свою работу, и перед нами никаких трудностей нет. Мы там делаем два квартала. Там вообще планируется как бы немного больше, но пока нам задачу поставили хотя бы два квартала, потому что первое сентября дети ходят в школу, чтобы создать условия для того, чтобы люди, дети ходили и как бы привести это в нормальный, надлежащий вид. Принимать морские ванны можно без опасения за свое здоровье и здоровье детей. Контроль за качеством морской воды проводится регулярно. По оценке специалистов Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте благополучная. Инфекционная заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей. Начиная с 20 мая специалисты ветмства исследовали 621 пробу морской воды на соответствие по санитарно-химическим показателям, 618 по микробиологическим, 454 по паразитологическим и 58 по вирусологическим показателям, 22 на наличие холерного вибриона. Все исследованные пробы соответствуют требованиям СанПИНА. Завтра, 2 августа, в честь дня воздушно-десантных войск на территории воинской части на улице Тургенева, 244 в Анапе состоится праздничное мероприятие. Пройдет торжественное построение личного состава части и ветеранов, митинг, награждение военнослужащих и ветеранов ОДВ, прохождение торжественным маршем личного состава воинской части. Для гостей праздника будет организована солдатская каша и чай, состоится концерт «Виа Перевал». Начало мероприятия в 9 часов приглашаются все желающие. Погулять по старому тифлису периода 19-го начала 20-го веков, полюбоваться архитектурой и полистать страницы истории – такая возможность появилась у посетителей экспозиции макетов и картин Хачатура Геваркяна в Краевическом музее. Сыновья мастера сумели в сложные времена перевести в Краснодарский край все объемные миниатюры. Здесь макеты и тбилисского храма, и дома армянского мецената Тамамшева, и усадьбы российского военачальника и государственного деятеля графа Ларис Меликова. Интересны макеты жанровых сценок знаменитого военного совета в Филях перед Бородинским сражением и сцена встречи Пушкина с гробом Грибоедова. Домик, в котором останавливался Александр Сергеевич, также представлен в экспозиции. Картины художника Хачатура Геваркяна позволяют окунуться в атмосферу интереснейших страниц истории Российской империи. Погулять по старому тифлису и оценить работу мастера вы можете в Краевическом музее по адресу Анапа, улица Протапова, 1. Внимание и экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 3 августа местами в крае ожидается пожароопасность 4-5 класса, высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать и костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok